Уважаемые коллеги, позвольте мне выразить благодарность профессору вашего университета Геннадию Ивановичу Касьянову за организацию нашей встречи. Она будет посвящена новым научным результатам. Поскольку я буду излагать всего один час новые научные результаты, то вполне естественно, я не могу вам изложить их так, чтобы были доказательства их достоверности. Но я постараюсь сделать так, чтобы вы все поняли. Итак, мы с вами встречаемся в интересное для науки России время. Идет реформирование РАН. Президент РАН Фортов Владимир Евгеньевич неоднократно сообщал, что для академиков РАН реформирование их академии явилось полной неожиданностью. Это говорит о том, что он не владеет информацией, связанной с реорганизацией РАН. У руководства страны необходимость реорганизации РАН начала формироваться примерно 4 года назад. Президентом тогда был Дмитрий Анатольевич Медведев. У него был свой сайт, он, наверное, и сейчас есть, на котором можно было оставлять комментарии. Я и занимался этим. Несколько комментариев разместил, а потом 1 сентября Дмитрий Анатольевич выступает перед школьниками и говорит, что у вас лучшие школьные учебники, потому что их редактируют академики. Честно говоря, я чуть со стула не упал. Почему? Да потому что к тому времени я уже в интернете изложил много информации, из которой следовало, что школьные и вузовские учебники содержат очень много ошибочных теорий, которые нельзя преподавать ни школьникам, ни студентам. Но Дмитрий Анатольевич об этом, конечно, не знал. Ему не доложили его подчиненные. И жаль. Но я не удержался и сообщил, что не владеть этой информацией, значит входить в историю голым королем. Я извинился перед Дмитрием Анатольевичем и сообщил ему, что виновны в этом его помощники. Вполне естественно, что допуск мой к его сайту был прекращен и появилась резолюция. Обсудить в живом журнале. Я не нашел этот журнал и не знаю, обсуждалась эта проблема или нет. Но вы тогда знаете, что лженаучный комитет РАН был на вершине своей славы. И, видимо, естественно, Дмитрий Анатольевич пригласил президента РАН Осипова и попросил выяснить, прав ли я или нет. Примерно через год телевидение показывает, Дмитрий Анатольевич награждает президента РАН высшей военной государственной наградой орденом Александра Невского. Это, естественно, за победу над лжеучеными, в том числе и надо мной. Жаль, конечно, что Дмитрий Анатольевич не знал, что существует закон развития научного интеллекта, открытый Максом Планком. Он его сформулировал следующим образом. Обычно новые научные истины побеждают не так, что их противника убеждают и те признают свою неправоту, а большей частью так, что противники эти постепенно вымирают, а подрастающее поколение усваивает истину сразу. Из этого следует, что существует интеллектуальная болезнь. Теперь название этой болезни известно – стереотип научного мышления. Что такое стереотип? Учили в школе, что вот это надо понимать только так и не иначе, и можно это рассчитывать только так и не иначе. Университеты тоже самое рассказывали, что это явление или этот физический процесс надо понимать только так и никаким другим способом. В результате, помимо воли самого школьника или студента, в его голове формируется стереотип научного мышления, и он не может воспринимать новую информацию, которая отличается от той, которую ему дали. Итак, давайте рассмотрим стереотип научного мышления на некоторых примерах. Ну вот самый простой пример, мы с вами хорошо знаем динамику Ньютона, что тела все всегда начинают ускоренное движение. Начало движения с фазы ускоренного движения увеличивается скорость. Составим уравнение для этой фазы. Вполне естественно, Ньютоновская сила действует, а Ньютоновской силе сопротивляются силой инерции и механические и аэродинамические силы. А теперь раскрываем составляющие этих сил и видим, что у нас Ньютоновская сила равна массе на ускорение, да Ламберовская сила инерции тоже равна массе на ускорение и противоположно направленная. И интересное дело, мы сразу видим, что эти силы можно сократить, и остается одна сила. Сила механических и аэродинамических сопротивлений, которая оказывается при ускоренном движении тела равна нулю. Фундаментальная противоречие, которое обходили все академики и не обращали на это внимания. А мы давайте обратим на это внимание. Если сила инерции формирует замедление, и причем она формирует не одна, а вместе с силами механических и аэродинамических сопротивлений, то мы введем новое понятие и назовем его замедлением. Значит, сила инерции формирует свое замедление, а механические и аэродинамические свое. И в результате, в фазе ускоренного движения, мы сразу прикладываем эти силы. Берем самый простой пример движения автомобиля. Дьютоновская сила формирует ускорение, а сопротивляются ей силы инерции и силы сопротивления. Они формируют замедление, и сразу мы получаем уравнение полностью решаемое. Замедление, формируемое силой инерции, определяется из кинематических уравнений в фазе ускоренного движения, а это экспериментальная сила. О! Значит, первый закон динамики Ньютона надо было поставить закон ускоренного движения. А что сделал Ньютон? Он на первое место поставил закон равномерного движения тела. Этого не может быть. После ускоренного движения начинается равномерное. В результате порвались причинно-следственные связи между этими двумя фазами движений, и появилось вот это противоречие. А теперь мы на первое место поставили закон ускоренного движения, и противоречия должны все исчезнуть. Смотрим. После фазы ускоренного движения автомобиль начинает двигаться равномерно. И тут мы обращаем внимание на главное, что сила инерции, которая сопротивлялась ускоренному движению, меняет свое направление на противоположное, и кроме нее еще в сторону движения начинает действовать касательная сила, возникающая в зоне контакта колес с дорогой, генерирует эту силу двигатель автомобиля, а сопротивляются только механические и аэродинамические силы. О! Мы получаем уравнение равномерного движения автомобиля. 300 лет существует динамика ньютона, и ни один академик мира, ни один инженер мира не мог рассчитывать силу, которая движет тело равномерно. А мы теперь имеем такую возможность. Сила инерции определяется в фазе ускоренного движения. Это экспериментальная сила, и мы определяем касательную силу, которая движет наш автомобиль равномерно и прямой линейно. Итак, а теперь водитель выключает передачу. Что же произойдет? А произойдет следующее. Касательная сила исчезнет. Двигатель не будет передавать колесам свою энергию, и у нас останется две силы. Сила инерции и сила механических и аэродинамических сопротивлений. Поскольку сила инерции, движущая автомобиль, по инерции постоянно, а механические и аэродинамические силы могут быть больше или меньше средней, в результате появляется неравенство, которое управляет процессом замедленного движения автомобиля. Итак, мы с вами теперь видим, что в динамике Ньютона должен быть на первом месте закон ускоренного движения, второй закон равномерного движения и третий закон замедленного движения. Но поскольку это законы совершенно новые, то мы уже не можем относить их к динамике Ньютона. Мы вводим новое понятие механо-динамика и вводим эти законы в механо-динамику. Вполне естественно, что динамику Ньютона уже нельзя преподавать ни школьникам, ни студентам. Иначе она глубоко ошибочна. Итак, возникает такой вопрос, а где же мы можем применить теперь новые законы механо-динамики? Да, таких примеров очень много. Возьмем самый заметный пример. Наша Матушка-Земля движется вокруг Солнца по орбите, можно в первом приближении считать, что равномерно. Более 4,5 миллиарда лет. Но до сих пор мы не знаем силу, которая движет нашу Матушку-Землю. Решается эта задача просто. Определяем кинетическую энергию, равномерное вращение Земли вокруг Солнца. Она численно равна мощности, реализуемой движущейся Землей вокруг Солнца. А раз есть у нас мощность, то мы немедленно определяем инерциальный момент. Это момент, который по инерции вращает нашу Землю вокруг Солнышка. Есть инерциальный момент, есть орбитальный радиус. Мы находим силу инерции, которая движет нашу Матушку-Землю 4,5 миллиарда лет по орбите вокруг Солнца. Итак, новые законы механо-динамики позволяют нам решать те задачи, которые совершенно не решались динамикой Ньютона. Так как при равномерном движении считалось, что сумма сил равна нулю и не было математической модели для их расчета. Итак, у нас возникает такое вот ощущение, что наша Матушка-Земля движется в режиме вечного двигателя. Ага, если в режиме вечного двигателя, то, видимо, его можно изобрести. Но существует закон сохранения энергии, который запрещает изобретать вечные двигатели и считается, что их нельзя изобрести. Но, тем не менее, на планете Земля первый вечный двигатель был изобретен в 1823 году. Конечно, автору не дали патент, и его внукам и правнукам не дали патент. Они описали это изобретение в 1927 году. Почему не дали? Да потому, что считается, что он не может работать. Сейчас вы можете это увидеть в виде фильма. Он работает великолепно. Принцип работы. Вот здесь колесо. По внутренней части обода колеса движется шарик. Подводим к нему магнит. И начинают на него действовать силы магнитные и силы гравитации. В результате возникает момент, который вращает шарик. Когда он начинает вращаться, то катится по внутренней части колеса. И колесо начинает вращаться. Я детальнейшим образом решил эту задачу. Получил серую формулу, которые позволяют рассчитывать этот процесс. Ну вот одна из формул, которая позволяет вычислить энергию. Кинетическую вращение этого колеса. О! Возникает такой вопрос. Вращательное движение очень интересное. Видимо, существует закон, который управляет вращательным движением. Необычное явление, связанное с вращательным движением, заметил космонавт Джанни Беккал. Он взял крепежные детали. Ну это винты барашек в космическую станцию. Показывают в видеофильме, как он пальцем бьет по этому крылу барашка. Он вращается, сходит с винта. Нет гравитации. Движется прямолинейно. И вдруг, через некоторое время, поворачивается на 180 градусов, продолжая вращаться в том же направлении. Джанни Беккал сразу предположил. Ага, мамонты в Сибири погибли в результате вот такого поворота нашей матушки Земли. Неожиданного поворота. Немедленно была сделана модель Земли. Повезли ее в космос. Пустили с этого винта вращающийся. И эта модель так же повернулась, как и этот барашек. Сразу началась паника. И выдвигать начали гипотезы о том, что скоро наша матушка Земля повернется и будет катастрофа. Динамика Ньютона не способна ни объяснить, ни описать движение вот этих тел. Механодинамика решает эту задачу великолепно и очень просто. Составляются суммы моментов, которые действуют на вращающееся тело при разных фазах его движения. Ускоренной, замедленной и так далее. Я не буду рассказывать вам детали анализа вот этих уравнений. Вы сами можете прочесть, а не опубликоны в моих статьях на моем сайте. Итак, мы видим таинственные явления, связанные с вращательным движением. Значит, существует закон, управляющий вращательным движением. Конечно, существует и давно. Он находится в динамике Ньютона. Еще там он родился. Этот закон называют закон сохранения кинетического момента. Или момента импульса, как его называют физики. В чем же его сущность? А вот смотрите, он утверждает, что если сопротивления вращению очень мало или его не существует, то кинетический момент, описывающий это вращение, остается постоянным. Константа. Где же мы можем пронаблюдать, как работает этот закон? Смотрите. Человек на вращающемся стуле. Вот у него гантели. Разводит гантели. Смотрим на эту формулу. Здесь радиус. Значит, расстояние от оси вращения до центра масс гантелей увеличивается. Чтобы момент остался постоянным, угловая скорость должна уменьшиться. И мы здесь наблюдаем это уменьшение. А если человек приблизит гантели к оси вращения, то радиус расстояния от гантелей к оси вращения уменьшится, чтобы момент остался постоянным, угловая скорость должна увеличиться. Что мы и наблюдаем. Великолепно работает этот закон. И его используют фигуристы. Вы смотрите соревнования по фигурному катанию. Когда они исполняют различные фигуры, то они используют закон сохранения кинетического момента. Обратим главное внимание на размерность. Килограмм, метр в квадрате и радиан. Ну, так как у нас вращательное движение, есть радиус, конечно, радиан в секунду. Вот размерность кинетического момента. Я назвал его главным законом материального мира. А если он главный, то он, видимо, должен описывать вращение элементарных частиц. Как же обнаружить, вращаются элементарные частицы или нет? Ну, первая и самая главная элементарная частица формируется при излучениях. Максвелл в 1865 году получил уравнение, которое, как он считал, описывает электромагнитные излучения. Он считал, что оно формируется двумя синусоидами, перпендикулярно расположенными. Одна напряженность магнитного поля описывает, другая напряженность электрического поля. И вот здесь вы видите длина волны. Оказывается, его уравнения решали задачи, связанные с излучениями. Лишь только тогда, когда длина волны излучения соизмерима или не сильно отличается от размера антенны. Но как только это отличие появляется и становится большим, то уравнение Максвелла уже не описывает излучение. Наш изобретатель Коробейников изобрел прибор, который фиксирует естественные излучения, формируемые в пустотах под землей. Ну, допустим, пещера или какой-то канал. Его прибор работает с частотой 5 кГц и длиной волны 60 км. А приемная антенна, вот пятачок, диаметр 3 см, в миллион раз меньше. Но он работает великолепно. Уравнения Максвелла не способны ни объяснить, ни описать этот процесс. Второй удар по уравнениям Максвелла нанес Макс Планк. Когда вывел математическую модель, описывающую закон излучения абсолютно черного тела. Это замкнутая полость. Через маленькое отверстие идет излучение. И формула Планка великолепно описывает экспериментальную зависимость этого излучения. Но при одном условии. Макс Планк постулировал, что излучение идет порциями, а не волнами непрерывными, как все считали. И ввел свою формулу к константу, которая называется константой Планка. Он ее назвал квант наименьшего действия. Более ста лет используют все эту константу. Но до сих пор никто не знает. А что же заложено в этот квант наименьшего действия? В чем ее физический смысл? Неизвестно. Давайте мы раскроем постоянную Планка. Запишем ее в развернутом виде. И мы тут видим, что у нас длина волны в квадрате. Частота линейная. И смотрим на размерность. Да, размерность почти такая, как и у кинетического момента. Но нет радиана. Планк не мог поставить радиан, потому что радиан только при вращательном движении возникает. А его убеждали, что излучение значит идет порциями в виде волн. Поэтому он и назвал квантом наименьшего действия. А может быть все-таки ошиблись? И длина волны излучения равна радиусу порции излучения? Оказалось, что это действительно так. И сразу появляется здесь радиан. И оказывается, что константа управляется Планка законом сохранения кинетического момента или момента импульса, как его называют. Таким образом, понятие квант не имеет никакого смысла. И существующие учебники квантового физика, квантового физика, химия и так далее уже не могут преподаваться. Так как понятие квант не имеет физического смысла. И надо полагать и знать, что константой Планка управляет закон сохранения кинетического момента. Чистый механический закон. И не какой-то там квант наименьшего действия. Следующий удар был нанесен уравнением Максвелла американскими экспериментаторами, изучившими спектр излучения Вселенной. Вот жирная линия, это экспериментальная, а вот эта вот тонкая, это закон излучения Макса Планка абсолютно черного тела, абсолютно замкнутой системы. А Вселенная абсолютно незамкнутая система. И экстремумы, теоретический, планковский, экспериментальный, полностью совпали. Удивительное дело. А что же тогда формирует излучение в космическом пространстве? Индийский ученый Базе еще в 1924 году выдвинул гипотезу, что излучение формируют фотоны. И он назвал это идеальным фотонным газом. А английский ученый Алан Холден представил фотонные излучения вот таким образом. Это импульсы фотонов. Длина волна между импульсами. Вот. А шарики это фотоны. Сразу возникает вопрос. А не можем ли мы раскрыть структуру этого шарика, структуру фотона? Если они управляются законом сохранения кинетического момента, то они должны вращаться. Внимательнейший анализ закона сохранения кинетического момента и существующих давно полученных математических моделей, которые описывают поведение фотона в различных экспериментах, провели нас вот к такой модели фотона. Фотон состоит из шести частей, пока мы не знаем, или это линейные магниты, или это кольцевые магниты. Но сущность заключается в том, что масса и радиус фотона изменяются в интервале 16 порядков. Появились уравнения, которые описывают волновое движение центра масс фотона в рамках аксиома единства пространства материи и времени. И мы сразу теперь можем представить фотон просто в виде вращающегося кольца. А это спин, постоянная планка. Она перпендикулярна направлению движения фотона. И видим, что при движении в одном направлении постоянная планка может быть направлена в разные стороны. И появляются, значит, фотоны с разной циркулярной поляризацией. Удивительно. Давно физики считают и экспериментально получили доказательство, что если два луча света имеют одинаковую циркулярную поляризацию, называют, считают их волновыми, а называют циркулярную поляризацию. Как волне прописать циркулярную поляризацию? Непонятно. А мы нашим фотонам легко можем прописать циркулярную поляризацию. И когда у двух лучей спины фотонов совпадают, вы видите, да, конечно, они будут сближаться. А когда спины фотонов будут направлены в разные стороны, то, конечно, такие лучи света будут расходиться. Этот экспериментальный факт был получен более ста лет назад. А теперь мы великолепно объясняем физику этого процесса. Оказалось, что постоянная планка не одна управляет формированием фотонов. Еще появилась одна константа. Произведение массы на радиус фотона величина постоянная в интервале 16 порядков. Вот интересный момент. Итак, у нас теперь есть модель фотона. А нельзя ли раскрыть структуру электрона? Давно его описывают многими математическими моделями, но структуры нет. В современной физике лишь слово «электрон». Оказалось, что детальный анализ закона сохранения кинетического момента привел нас к такой модели. Это полый тор, который вращается относительно центральной оси и относительно кольцевой оси тора. Удивительным оказалось то, что постоянством его структуры управляют 23 константы. Следующая неожиданность оказалась в том, что теоретическая величина радиуса электрона совпала с экспериментальной длиной волны электрона, определенной Комптоном в шестом знаке после запятой. И сразу возникает вопрос, а не можем ли мы теперь с помощью модели фотона и электрона объяснять некоторые физические явления, давно не объясненные? Ну, возьмем самое простое. Когда волосы чистые вот у девушки, расчесывают пластмассовой расческой, то возникают искры и треск. Мы слышим треск. Ну, искры – это фотоны, мы понимаем световые фотоны. А треск откуда? Оказывается, что электроны имеют северные и южные магнитные полюса и один заряд. Они могут соединяться и формировать кластеры. И вот когда они формируют кластеры, происходит излучение, излучаются фотоны. А треск откуда берется? Ведь треск – это значит повышение давления в зоне формирования святого фотона. И мы сразу получаем ответ на причину появления этого давления, увеличенного. Оказывается, что электрон излучает фотон, размер которого в миллион раз больше размера электрона. В результате повышается давление в зоне излучения фотона, и мы слышим вот этот треск. Ну, в природе, где молния, там нет треска. Мощные громовые раскаты. Конечно, там формируются не только кластеры электронов, но и кластеры ионов. Итак, мы теперь видим физическую причину формирования молний и физическую причину формирования грома. Новая теория микромира великолепно объясняет эти явления. Ну, в природе вот дельфины могут формировать торы в воде, вы видите. Они формируются у выхлопных труб автомобилей, тоже это известное явление. Итак, мы имеем модель электрона, а теперь нам надо знать модель протона. Оказалось, что протон тоже тор, но только сплошной. Не полый, а сплошной. И отличается от электрона тем, что спин, вектор спина и вектор магнитного момента у него направлены в противоположные стороны. Нейтрон. Труднее всего пришлось с нейтроном. Длительные поиски вынудили постулировать модель нейтрона. Имеет она шесть магнитных полюсов вдоль декартовой системы координат. Итак, мы имеем две главные частицы, которые формируют ядра атомов. И у нас возникает вопрос, а не можем ли мы выяснить физическую природу ядерных сил? Ведь их называют ядерные силы ядерных. А физическая природа, оказывается, новая теория микромира, теория протона и нейтрона, дает моментальный ответ на наш вопрос. Напряженность магнитного поля, формируемого протоном, 10 в 14 Тесла. Колоссальная напряженность дает нам основание считать, что ядерные силы имеют магнитную природу. Итак, возникает вопрос, если фотон имеет константу локализации масса умноженная на радиус, то не равна ли она константе локализации электрона, протона и нейтрона? Оказывается, что константы локализации у фотона, электрона, протона и нейтрона одна и та же численная величина, совпадающая в шестом знаке после запятой. Итак, у нас есть главные элементарные частицы, и мы можем приступить к анализу процесса формирования атомов, ядер, молекул и кластеров. Но вы знаете, бедных наших скольников интеллектуально насилуют и говорят, что из уравнения Шреддинга следует, что мы можем предсказать лишь область вероятности, где находится в данный момент электрон, орбитально вращающийся вокруг протона у атома водорода. А если мы берем молекулу водорода, то две вот эти сферы перекрещиваются. В 1993 году был открыт аналитический закон формирования спектров атомов и ионов. В математической модели этого закона нет энергии, соответствующей орбитальному движению электрона. А это значит, что он не совершает такого движения. Здесь столько энергии и силы линейного взаимодействия электрона с протоном. Размер электрона в тысячу раз больше размера протона. И мы спрашиваем у школьных учителей и вузовских по химии. Уважаемые, скажите, вы же ведь давно знаете, что существуют молекулы ортоводорода и пароводорода. Вы же это экспериментально установили. Каким же образом у вашей этой модели увидеть, где тут ортоводород, а где пароводород? Это сделать невозможно. Новая теория микромира мгновенно отвечает на этот вопрос. При соединении двух атомов водорода электронами формируется ортоводород. При соединении двух электронов атомов водород протонами формируется пароводород. А вот теперь посмотрите, как в школьных учебниках представлена молекула СО2. Бедные школьники, видите, что в их головах формируется представление о СО2. Видите, какое? Ну, тут кислород посередине. То есть, два кислорода, а здесь один углерод. Новая теория микромира мгновенно дает нам новую модель СО2. Посередине атом углерода, а по краям атомы кислорода. Я не буду рассказывать детали устройства этих атомов, а обращу ваше внимание на главный симметричный атом углерода. А, вы видите, С, шесть нейтронов, шесть протонов беленькие, и к ним подсоединены шесть электронов. Удивительно симметричный атом. Конечно, когда он соединяется, то образуется молекула. Вот, вы видите молекула. Из шести атомов. Шестигранная молекула, четкая шестигранная. Значит, плоская получается структура. Это, когда мы пишем карандашом, графитом по бумаге, вот эти плоские чешуги сходят и оставляют след на бумаге. Вот. Но ведь из атомов углерода могут формироваться и алмазы. Мы это хорошо знаем. Оказывается, что ядро алмаза сформировано так, что нейтроны и протоны расположены вдоль декартовых осей координат, а к ним подсоединены электроны. Идеальная пространственная симметричная структура. Это ячейка, которая соединяет все атомы. В результате образуется алмаз, с помощью которого мы режем стекло. Итак, мы видим теоретическую модель молекулы С6. Я выражаю глубочайшую благодарность европейским исследователям, которые сфотографировали графен. И на фотографии ясно видно доказательство достоверности теоретической модели молекулы углерода. Вы видите, вот эти белые вот точки, белые точки, это атомы углерода. Вот этих шесть белых точек соединились, получилась молекула. А молекулы между собой соединились, получился кластер. О! Только, конечно, электронный микроскоп видит не все детали. Теория позволяет нам видеть и протоны, и нейтроны. А здесь мы вот только видим белые пятнышки вместо атомов и шесть белых пятнышек вместо молекул. И интересное дело, они вот здесь поставили еще и разрешающую способность электронного микроскопа. Новая теория микромира позволяет детально рассчитать все размеры атома, молекул и кластера. И оказалось, что они завысили разрешающую способность своего микроскопа в десять раз. Но это небольшая величина, можно им простить. А дальше возникает такой вопрос. А как же увидеть здесь, какие тут связи? Орбитальные или линейные? Вырезаем молекулы углерода С6, а из молекулы вырезаем атом. Вот атом углерода, мы явно видим три линейные связи. Вот три линейные связи соединяют атомы в молекулу. Нет здесь никаких орбитальных движений. Связи линейные. Да. Вот здесь теоретическая модель молекулы, а здесь теоретический кластер. Рафена. Я еще раз выражаю глубочайшую благодарность европейским экспериментаторам. Они сфотографировали не только кластер графена, но и кластер бензола С6А6. Подтеоретическая модель. В ней шесть атомов углерода. Получается молекула. А. Атомы углерода, атомы водорода подсоединены снаружи. Таким образом, что протон оказывается на периферии. А теперь смотрим на фотографию сканирующего микроскопа. Те же шестигранные структуры и по периметру заостренные выступы. Что это за заостренные выступы? Вот смотрите, еще одна фотография. Подсоединяем сюда наш атом водорода О. Значит, микроскоп увидел все-таки электрон атома водорода. А протон не увидел заостренная часть, потому что размер протонов тысячу раз меньше. Итак, новая теория микромира получает мощное экспериментальное подтверждение своей достоверности. И у нас возникает вопрос, но если мы уже имеем такую информацию об обитателях микромира, то не можем ли мы открыть неисчерпаемый источник энергии, экологически чистый? Конечно, можем. 0,14 ватта на солнечную батарею на квадратный сантиметр падает. Вы видите, конечно, мы немедленно вычисляем мощность светового фотона. Вот она. И поскольку у нас есть мощность на одном квадратном сантиметре, мы определяем количество фотонов, которые ее формируют 10-21 степени. А дальше задаемся таким вопросом. Ага, ведь электроны солнышка тоже излучают световые фотоны. Причем излучают около 10 миллиардов лет. А не можем ли мы определить количество фотонов, которые излучают электроны Солнца, на внутреннюю поверхность сферы с орбитальным радиусом, равным радиусу Земли? Орбитальному. О! Оказывается, что у этой сферы 10-27 квадратных сантиметров. Сколько на один квадратный сантиметр падает фотонов, мы знаем, вычисляем. Оказывается, на эту сферу в секунду падает 10 в 48 степени фотонов. Масса одного фотона нам известна. Умножаем на количество фотонов и получаем цифру. Можно и растеряться. Оказывается, электроны Солнышка излучают в секунду количество световых фотонов, масса которых равна 4,5 миллиона тонн. Если электроны не будут восстанавливать свою массу после излучения фотонов, Солнышко давно бы погасло. Но на горит интересное дело. А почему у электрона 23 константы, которые управляют его структурой? Да потому, что как только электрон излучит фотон, он немедленно восстанавливает свою массу. Где же он берет субстанцию для восстановления своей массы? Мы давно называем эту субстанцию эфиром физического вакуума. Так вот, оказывается, главным экологически чистым источником энергии является эфир физического вакуума. И возникает такой вопрос. А человек не научился использовать этот неисчерпаемый источник энергии? Оказывается, давно научился. Но информацию о том, что он умеет это делать, скрывал закон сохранения энергии. Вот математическая модель закона сохранения энергии при ее импульсном расходе. Обращаю внимание, это средняя мощность. А это амплитуда напряжения, амплитуда тока. А это скважность. А что такое скважность? Да это отношение длительности и периода к длительности импульса. О, здесь у нас осциллограмма, снятая с клемм аккумулятора, с которого энергия подавалась на лампочку импульсами. Импульсами. Начинаем анализировать эту осциллограмму. Точка А. Номинальное напряжение на клеммах аккумулятора. Включается нагрузка, лампочка, напряжение падает. Это вполне естественно. И появляется ток. Вы видите, обозначаем амплитуду рабочую вот таким символом. И смотрим. В точке Б отключается аккумулятор. Здесь уже не подается напряжение на лампочку. И не работает аккумулятор. Вот в интервале БС. Смотрим на эту формулу. Она нас пытается убедить, что у нас напряжение амплитудное. Подается на лампочку непрерывно весь период. И все секунды. Да нет, это уж быть не может. А что такое? Амплитуда тока, деленная на скважность. Да это вот что. Вот вертикальный прямоугольничек амплитуда тока. Разделив на скважность, мы растягиваем этот вертикальный импульс на горизонтальный, на длительность всего периода. Это автоматически начинает соответствовать системе СИ, которая требует непрерывно подавать электроэнергию потребителю. Возникает вопрос, а почему же в этой формуле и напряжение не разделено на скважность? Мы же видим, что напряжение вот в этом интервале тоже не работает. Его обязательно надо разделить на скважность. Делим на скважность и оказывается, теперь средняя мощность определяется, как произведение амплитудных значений напряжения и тока, на квадрат скважности. Много это или мало? Оказывается, все счетчики электроэнергии построены, я извиняюсь перед академиками, по дебильной академической формуле, защищающей закон сохранения энергии. Вот по этой формуле построены все счетчики электроэнергии во всех странах мира. Итак, в нашей лаборатории более 10 лет две одинаковые батареи, одна питается из сети, потребляет электроэнергию из сети непрерывно, ТЭН, обыкновенный ТЭН. Счетчик электроэнергии показывает 875, меряем на клеммах ТЭНа, тоже 875 Вт. А здесь наша экспериментальная батарея с тремя предплазменными ячейками, измеряем на счетчике, те же 800 Вт примерно, измеряем на клеммах этих ячеек 15 Вт. Делегации из Австрии, из Германии, из Москвы военные приезжали после того, как мы опубликовали эти данные, проверить, действительно ли на клеммах вот этих ячеек 15 Вт, в то время, когда температура у батарей одинаковая. Одинаковая. Да, они убеждали, что действительно так. Уезжали, клялись, что не сделают электронный генератор импульсов, который заставит счетчик электроэнергии показывать 15 Вт. Я убеждал их, что это невозможно, потому что у него напряжение 220, и он не учитывает импульсную величину напряжения среднюю. Они уезжали, через 2-3 месяца приезжали с чемоданами своих приборов, и опять начиналась проверка. Все заканчивалось тем, как и я сказал, они уезжали разочарованные. Все их припоры показывали на клеммах ячеек 15 Вт, а счетчик показывал эти же 800 Вт. Итак, закон сохранения энергии, который заложен в изготовлении счетчиков электроэнергии, закрывал нам понимание использования неисчерпаемого источника энергии. Как использовать? Мы его использовали, но не знали, что используем. Надо изготовить независимый источник электроэнергии. Он был сделан очень просто. Вот коллектор на роторы. Это щетки. Обычно ламельки вот этого коллектора все подсоединяются к ротору, и он начинает вращаться. А мы решили очень просто. Подсоединили только те ламельки, которые начинают работать, когда магнитный полюс ротора приближается к магнитному полюсу статора. Возникает импульс магнитный, и ротор начинает вращаться. А когда они совпадают, эти магнитные полюса, мы отключаем те ламельки, и ротор по инерции, продолжая вращение, совершает его непрерывно, не имея постороннего привода. Это первый в мире электромотор-генератор, генератор которого совмещен с мотором и не имеет постороннего привода. Самый интересный эксперимент. Мы взяли две группы аккумуляторов, мотоциклетные, по четыре штуки. И поскольку мы импульсы подаем напряжение в ротор электромотора-генератора, то сделали таким образом. При импульсах формируются два напряжения. Напряжение ЭДС-индукции и ЭДС-самоиндукции. Когда питаем от одной группы аккумулятор-ротор, то возникают импульсы ЭДС-индукции и самоиндукции в статоре. Импульсы ЭДС-индукции мы подаем на зарядку второй группы аккумуляторов, а самоиндукции на электролизер. И решили, а сколько же мы проработаем непрерывно в таком режиме при данной конструкции вот этого энергетического блока. Оказывается, нам удалось проработать непрерывно 72 часа. Потом мы остановили и дали остыть аккумуляторов, проверили, все нормально, измерили падение напряжения. Оказывается, за 72 часа напряжение на аккумуляторах упало на 0,3 вольта. Сразу стало ясно, что можно сделать такую конструкцию, у которой не будет падения напряжения. Мы посчитали энергию, которую отдали аккумуляторы, понизив свое напряжение на 0,3 вольта. Посчитали объем газов полученных и оказалось, что данный энергетический блок уменьшает затраты на электролиз воды в 100 раз. И так сразу возникает необходимость изготовить коммерческий образец электромоторогенератора. Мы разработали техническое задание и по неизвестной нам причине таинственный для нас инвестор прекратил финансирование наших работ. Конечно, я извиняюсь, подставной инвестор не мог нам объяснить, почему прекратили поступать к нему деньги, которые он выделял нам для проведения этих исследований. Итак, в интернете сейчас очень много примеров использования неисчерпаемого источника энергии. Вот российские изобретатели, Всероссийский институт электрификации сельского хозяйства, видеофильм, ведущая сообщает, что совершена в электротехнике революция. Они передают по одному проводу электроэнергию. Толщина этого провода меньше толщины человеческого волоса. А мощность передаваемая 10 киловатт. Вот здесь вот видите лампы, каждая из них 1 киловатт. Конечно, в видеофильме не было ни схемы, никаких других пояснений. Единственное, что они сказали, что лампы подсоединены последовательно. Нам не составило труда раскрыть все секреты их установки. Они подключили этот один провод толщиной с человеческий волос к вилке Амраменко. У нее соединены диоды таким образом, что электроны в этой вилке движутся только в одном направлении. А здесь подключили нужное количество лампочек 10 последовательно. А сигналы, которые приходят к этой вилке по проводу толщиной меньше человеческого волоса, лишь управляют процессом движения электрона по этой вилке. Мы детальнейшим образом описали этот процесс. И в это же самое время талантливый американский изобретатель Стевин Марк изобрел генератор, вечный генератор, который он назвал генератором бесплатного электричества. Конечно, в видеофильме он и лицо свое не показывает, но демонстрирует различные конструкции генераторов. Вот одна из них. Раскрываем его секреты. Если мы будем накладывать виток на виток, то получим цилиндр. Видите цилиндр? А потом перпендикулярно второй слой положим. И получится у нас две обмотки. А теперь эти обмотки мы соединим таким образом, чтобы между ними был генератор импульсов. И синхронизируем параметры этих обмоток так, чтобы импульсы ЭДС, индукции и самоиндукции чередовались. И тогда после зарядки, то есть сначала включается в сеть, включили систему, а после отключения она работает в автоматическом режиме. И вот его здесь 10 100-ваттных лампочек, он сообщил, что они проработали уже больше года. В интернете сейчас очень много различных конструкций вечных генераторов и двигателей. Вот интересная конструкция. Магниты кольцевые вы видите, а здесь катушки и сердечники катушек, обыкновенные болты. И автор, вращая вот этот магнит, он начинает вращаться и потом самостоятельно. Запуск делается от руки. И вот здесь раскрыт секрет. От его генератора. Смотрите, магниты, когда сходят, заканчивается их контакт вот с этим головкой болтов, в этот момент разрывается цепь электрической намотки, катушки. Зачем это делается? А делается для того, чтобы в этот момент сформирован импульс ЭДС-индукции и импульс ЭДС-самоиндукции, который значительно больше импульса ЭДС-индукции. И в результате появляется энергия, достаточная для того, чтобы питать лампочки и вращать ротор этого генератора. Ну, в видеофильме там можно посмотреть, как автор этого изобречения очень аккуратно подводит этот поводок вот с этим герконом, для того, чтобы точно установить. И если он не точно установит, то эффекта этого не будет, и он не будет работать. Я не буду вам рассказывать остальное, но, видимо, напомню, что вот блок холодного ядерного синтеза. Итальянские изобретатели засыпают порошок никеля и получают порошок меди. Много лет назад, может быть, пять или десять обратились в Курчатовский институт за сотрудничеством и с переводом их лабораторной модели в кормерческую. Наши, конечно, посчитали, что это лженаучная идея и не приняли участие в доработке их конструкции. Американцы немедленно согласились, и вот первая коммерческая модель энергетического блока холодный ядерный синтез. Итальянцы изобрели. Молодцы. Нас теперь интересует очень важный вопрос. Причина аварии Саяно-Шушинской ГЭС. Второй энергоблок вибрировал усиленно с самого начала изготовления, значит, погрешности изготовления. Его использовали в неполном режиме, в щадящем режиме, иногда даже и выключали. Но потом пришло новое начальство, дало указание включить на полную мощность, и вот результат. Да, в этот момент, когда происходила эта авария, кинолюбитель шел и снял фильм, в котором явно слышится мощный взрыв и фонтан воды в зоне второго энергоблока. Вы видите, все остальные блоки тоже работали, но фонтана у них нет. А здесь, значит, в колодце, куда стекает вода от турбины, тоже образовалось мощнейшее давление и выдавило воду в виде вот этого фонтана. Да, интересное дело. Где же искать причину? Энергоблот крепился к фундаменту. Вы видите, восьмью-десятью шпильками диаметр 80 миллиметров. В шести этих шпильках резьба срезалась, гайки слетели, а у всех остальных мы видим разрыв, который указывает на то, что сила, выстрелившая энергоблок, действовала строго вертикально вверх и разорвала эти шпильки диаметром 80 миллиметров. Конечно, гидротехники сразу выдвинули гипотезу, что произошла эта авария в результате гидроудара. Да, интересная гипотеза, проверим ее достоверность. Вот лопатки, которые прикрывают поступление воды к лопастям турбины. Вы видите? Вот лопатка валяется, выброшенная после аварии. Если бы был гидроудар, то гидроудар сорвал бы эти лопатки. Лопатки полетели бы на лопасти турбины и погнули бы их. Но комиссия, обследовавшая объект аварии, не установила никаких нарушений прочности или не нашла никаких изгибов у лопаток турбин. Да, загадочное явление. Явление гидроудара сразу отвергается. Когда блок поднялся, он вращался, фрезеровал даже колонны. Вот видите? Ну вот, мы сейчас можем с помощью законов механо-динамики проверить, работают ли законы динамики Ньютона. Итак, второй энергоблок масса 2500 тонн, 14 метров высота полета полторы секунды. Подставляем формулу Ньютона второго закона. Ньютоновская сила, выстрелившая энергоблок 51 тысяча тонн. А теперь считаем силы, которые сопротивлялись этому выстрелу. Это, конечно, гравитационные силы, силы инерции и силы механических и аэродинамических сопротивлений. Мы ушли, только механические шпильки сорваны. Итак, в результате силы, которые сопротивлялись подъему энергоблока, составляют 72 тысячи тонн. Ньютоновская сила не могла участвовать в этом процессе и не могла выстрелить энергоблок. За это время через авария длилась 5 секунд. Записано все это на силограмме. За это время лопатки пропустили полторы тысячи тонн воды. Масса этой воды в 46 раз меньше величины силы сопротивлявшейся выстрелу энергоблока. Значит, гидроудар исключается полностью и тогда возникает вопрос о причине аварии. В интернете сообщалось, что после завершения обследования аварии комиссии, в которую входило несколько академиков, в том числе и нынешний президент Ран Фортов Владимир Евгеньевич, председательствующий собрал их и говорит, прошу вас высказаться о причинах этой аварии. Я сообщаю информацию из интернета. Все сидели молчали. Никто не решался высказать свое мнение о причинах этой аварии. И после длительного молчания Владимир Евгеньевич Фортов взял слово и сказал правду всем. Он сказал, что для понимания причины этой аварии нужна новая физика. У нас ее нет. Гениальный ответ, великолепное понимание сути сложившейся научной ситуации. Динамика ньютона не способна объяснить и все остальные физические и химические знания не позволяют объяснить причину этой аварии. А новая теория микромира позволяет нам проанализировать гипотезу взрыва, который выстрелил энергоплок. Молекула воды. Все энергии связи известны. Известно, что молекулы воды формируют кластеры. И если течение не очень быстрое, то кластеры эти не рвутся. А если они идут через щель, которая не только маленькая, но и детали, формирующие эту щель, еще интенсивно вибрируют, то давно известно, что при этом кластеры воды рвутся. Как только кластеры воды разорвались, движутся дальше к лопастям турбины. А в лопастях турбины они немедленно синтезируются. При синтезе кластеров излучаются фотоны. Это все хорошо известно. Энергии все известны. Мы можем все эти энергии вычислить и определить, какие фотоны излучались инфракрасные. И поскольку количество воды прошедшей нам известно, количество разрывов известно, количество излученных фотонов известно, объем каждого излученного фотона известен, объем колодца, колодца, в котором собирались эти фотоны и формировали давление во всех направлениях одинаково, значит, объем этого колодца нам известен. делим объем фотонов излученных при синтезе кластеров на объем этого колодца и оказывается, что объем фотонов сформировал давление в этом колодце в миллиард раз примерно больше атмосферного давления. Механодинамика позволяет немедленно вычислить ударную силу, которая выстрелила энергоблок. Попутно отмечаем, что в динамике Ньютона нет понятия ударной и сила. Там есть бессмысленное понятие ударной импульс. Итак, причина ясна. А вот здесь на фотографиях видно, вы видите, что у нас лопасти турбины целые, никаких изгибов нет, и здесь об этом написано. А лопатки, которые прикрывали воду, подачу воды, к этим лопастям, вылетели навстречу воды вместе со всеми своими сервомеханизмами. Видите, все сложное. Но я не буду рассказывать о процессах формирования различных кластеров воды. Это очень интересная тема. Кластеры эти получены японцами. Обращу ваше внимание, вот во что превращается кластер воды при действии сигнала мобильного телефона. Итак, уважаемые, выражаю вам благодарность за то, что внимательно вы послушали и рекомендую читать учебник физика микромира. Вот адрес. Но вначале я бы порекомендовал вам читать учебное пособие. 2500 ответов на вопросы. Сформулирован вопрос и сразу идет ответ. Это интригующая ситуация, поэтому в интернете интенсивно копируют учебное пособие и меньше копируют учебник. Я вам тоже это решаю. Итак, большое вам спасибо. Я хочу вам сообщить, что если бы я детально излагал вам всю эту информацию, то она бы превратилась в течение лекции. я примерно посчитал, что для детального ее изложения потребуется примерно 100 лекций. Это два семестра для того, чтобы познакомиться с новой теорией микромира, родившейся в России. Спасибо. Всего доброго.